Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Кристина Ослина и Виталий Малышев не смогли построить отношения. Лучше пусть останутся хорошие воспоминания, пишет она. Чем продолжаются плохие отношения. Как вы помните, на Сейшелы отправили Марину Африкантову, чтобы она помирила Лизу Полыгалову и Ваню Барзикова. Но ребята помирились уже без ее помощи. Если есть любовь, пишет Полыгалова, то она преодолеет все. Лиза пожаловалась подписчикам, что из-за постоянных ссор с Ваней, она стала терять вес и былую спортивную форму. Маша Кахно и Майя Донцова ополчились против Ольги Рапунцель. Особенно девушек возмутило мнение Рапунцель, которое она высказала на разборе по поводу их ситуации в караоке. Донцова пишет. Меня не интересует мнение престарелых теребонек, заставляющих на себе жениться мужика. В качестве наказания Кахно и Донцова должны были помыть машину Рапунцель, но девушки специально лишь еще больше испачкали ее. У Антона в шоке случился нервный срыв, хотя конфликты в этой паре не редкость. На этот раз Вика Комиссарова обвинила своего бойфренда в рукоприкладстве. Антон действительно поднял на меня руку, пишет она, и не раз. Это уже переходит все грани. Моя мама в шоке от всего происходящего. На проекте появилась приемная мама Антона, Оксана Яковлева. Теперь она будет часто появляться в эфирах. Организаторы назначили ее преподавателем танцев. Как оказалось, Оксана довольно известная танцовщица и модель. Некоторые зрители считают, что между молодыми людьми существует роман, и что образ счастливой семьи они создали намеренно. Ангелина Татишвили уже приехала на остров любви, чтобы строить отношения с Сергеем Кучеровым. Также на острове уже находится и Дмитрий Гусаков, который приходил Клэри Фрост. У Саши Черно появился поклонник. Он рвется к ней на проект и готов зажечь публику. Но коварное руководство не пропускает его на кастинге. Вот что этот фанат Саши пишет в соцсетях. «Я вчера плакал, представлял нас вместе, как мы кружимся в танце, держимся за руки, гуляем вечером. Мне тяжело, но я борюсь. Знаете, вы самая яркая участница на проекте». Ольга Бузова продолжает активную общественную деятельность. Она побывала в Академии фигурного катания Евгения Плющенко. Плющенко провел мастер-класс для детей-инвалидов в рамках конкурса «Краски жизни», куратором которого является Бузова. Также Бузова снялась в передаче Андрея Малахова. «Андрюша это был душевный и прекрасный эфир», пишет она. Семья Гобозовых решила купить дом, они подыскивают варианты. Подписчики спросили ее, а что с той самой квартирой, которую ты выиграла на конкурсе «Человек-года». Алиана ответила, может, продадим ее, для нас она очень маленькая. А сдавать ее смысла нет, 35 тысяч для нас по году никак не делают. Женя Феофилактова подает на алименты. Антон бросил их с сыном и не интересуется Даниэлем. Еще одна бывшая участница Дома-2 продала прямой эфир своей пластической операции. Это Юлия Теплова. Ей удаляли комочки Биша, жировые образования на щеках. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Дома-2 на канале ТНТ.